Несколько веков назад, чтобы ноги не мокли, фермеры вырезали отверстия в деревянных чурках. В наши дни люди по тем или иным причинам продолжают носить деревянную обувь. Сегодня она выглядит немного наряднее, но технология ее создания не изменилась. Деревянная обувь в основном делается из тополя. Его легко резать и в древесине нет узлов. Носить такую обувь – одно удовольствие. Тополины и чурки помещаются в ленточно-пильный станок, который отбрасывает все дефектные чурки. Станок нарезает древесину на блоки, называемые болванками. Для создания формы деревянного башмака на фабрике используются вот такие виниловые колодки. Они есть всех размеров и всех моделей. Такая колодка ставится в дуплицирующий фрезерный станок, а рядом с ней закрепляются две болванки. Этот копир движется по поверхности колодки. Колесо на левом стопроцентно копирует все движения копира. Оно движется вверх-вниз, и его лезвия сбривают древесину. В станке только одна колодка, но он вырезает пару башмаков, потому что болванки вращаются в противоположных направлениях. А лезвия отщипывает лишнюю древесину, создавая абсолютно идентичные копии. Это позволяет станку одновременно вырезать правые и левые башмаки. А теперь займёмся подъёмом башмака. Болванки устанавливаются на так называемый сверлильный станок двойного действия. Центральный механизм называется бригадиром. Его перемещающаяся головка следует всем изгибам внутри башмака. Наконечники ложечного бура, расположенные по обеим сторонам бригадира, копируют все его движения и постепенно вырезают внутренний контур башмака. Теперь угол меняется, чтобы наконечники бура могли войти глубже. Они углубляются до самого носа башмака. С помощью этого высокотехнологичного манёвра удаляется вся щепа. Для сушки древесины башмаки ставятся на полку. Затем ленточной пилой срезаются все выпуклости в носовой части башмака, и одновременно проверяется, не возникло ли каких дефектов в период сушки. Дисковый шлифовальный станок стачивает выпуклость на пятки и отшлифовывает поверхность носка. Для выравнивания внутренней части башмака используется стволовой шлифовальный станок, а потом шаровой. В процессе шлифовки наполненный воздухом резиновый мешок сгибается и принимает форму башмака. И, наконец, последний шаг. Художник накладывает на башмак копировальную бумагу, а сверху — рисунок. Затем художник обводит этот рисунок. Копировальная бумага переносит рисунок на дерево. Теперь художник обводит рисунок по контуру аппаратом для выжигания. В зависимости от размера и глубины выжигаемых линий, художник меняет наконечники и варьирует температуру. На этом рисунке — Голландия. Городок Голландия, штат Мичиган. Это в Соединенных Штатах. Теперь водоэмульсионной краской художница усиливает цвет. Чтобы закрепить рисунок, она покрывает его тремя слоями водоэмульсионного лака. Лак также предохранит башмак от пачкания. Фермеры предпочитают более простые башмаки, но истинным модникам надо что-то позатейнее. Но делать такие башмаки предоставьте истинным мастерам своего дела. Это они дают деревянным башмакам такую большую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok